Губернатор Ульяновской области Алексей Русских с неочередным визитом посетил Засвияжский район. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы местных жителей в социальных сетях, связанные с ремонтом дорог на улицах Кольцевая и Шолмова, а также с благоустройством сквера «Новое поколение». Горожане в первую очередь жаловались на приостановленные работы по улице Кольцевая. Этот участок дороги является самым большим в плане обновлений и составляет практически 5,5 километров. Однако подрядчик не спешит приступать к укладке новых бордюров и дорожного покрытия. Ситуацию взяли на контроль в городской администрации с требованием не только уложиться в срок, но и ускорить рабочий процесс. К сожалению, мы отмечаем, что подрядчики где-то не совсем добросовестно подходят к работе при ремонте данной дороги. У нас сегодня есть нарекания по срокам и качеству ремонта тротуаров, поэтому соответствующие представления мы унесли под верным организациям. Еще одним участком, которым сильно обеспокоены ульяновцы и просили обратить внимание губернатора, стала улица Камышинская и прилегающая к ней улица Инзинская. Проблема здесь схожая с Кольцевой, но ситуацию осложняет сильно возросший автомобильный поток. Транспортная магистраль буквально перегружена автомобилями в часы пик, ведь сюда уходит большое количество водителей, желающих объехать ремонтные работы на мосту по улице Минаева. Вот и получается, что проблема бутылочного горлышка, когда пропускная способность дороги не соответствует количеству автомобилей, вновь остро встает на одной из главных артерий засвияжья. Но предварительное решение проблемы есть. По предложению губернатора на улице Инзинской возможно расширение дороги, чтобы высвободить автомобилистов из клещей в час пик. Я думаю, что нужно действительно просчитать вариант, значит, два тоннеля слева и справа для пешеходов, и тем самым добавить еще по одной полосе движение. Также большое количество недовольства у жителей засвияжья вызывает состояние ливневых канализаций. Каждые осадки вызывали серьезные водяные застои, замедляя и без того стесненное транспортное движение. К тому же пешеходы зачастую и вовсе не могли перейти дорогу, не промочив ноги. Замечание было учтено как региональным правительством, так и подрядчикам, который обещал не просто отремонтировать, а полностью переустроить ливневую канализацию. Не оставил без внимания губернатор и сквер новое поколение, обновляемое по федеральной программе формирования комфортной городской среды. В целом и местные жители, и администрация остались довольны обновленным парком, но останавливаться на достигнутом не планируют. Алексей Русских заметил, что многие жители близлежащих домов любят приходить в сквер на берег Свияги, чтобы провести время на природе и искупаться. Несмотря на неофициальный статус места купания, губернатор дал поручение обследовать акваторию сквера и начать приводить ее в достойный вид, чтобы превратить излюбленные горожанами дикий пляж, благоустроенное место отдыха. Константин Никитин, Улл, Правда ТВ